приветствую всех на канале еда за минуту сегодня мы будем готовить луковые лепешки для этого потребуется мука яйцо соленая вода и лук первым делом мы в муку должны разбить яйцо затем необходимо начать месить тесто вымешиваем равномерно заливая соленой водичкой вода должна быть именно соленой и мало соленая а вот прям чтобы соль чувствовалась соленая должна быть вода иначе у вас лепешки получится совершенно безвкусные вот у меня стакан воды как вы видите уже закончился а тесто еще как бы полусухое это говорит о чем это к это о том что нам не нужно необходимо еще добавить воды вода должна быть как минимум тепленькой если она будет горячей или кипяток это еще лучше всегда при замешивании тесто вода не должна быть холодной это прям на заметку всем хозяйкам вы знаете после того как вы месили вот я еще добавляю водички после того как вы месили тесто у меня почему-то получился очень большой сочинь и объясню с большого сочинь не так как мы будем его раскатывать в тонкий пласт у нас даже стала не хватит поэтому нам необходимо этот большой сочинь разделить на две части вот у меня получился как бы огромный сочинь такой что мы делаем просто посередине перекручиваем вот он разделился легко и просто получилось два сочни чтобы он теперь превратился в эластичный в эластичное тесто как пластилин мы его или накрываем пищевой пленкой или отправляем полиэтиленовый мешок вот теперь я показываю у нас там два сочина вынимаем 1 2 остается в своей теплице вот смотрите мука немного мукой просыпем и начинаем раскатывать наш первый сочинь он очень мягкий эластичный прям как говорится поддается любому вашему действию поэтому мы без труда начнем его раскатывать в тонкий пласт после того как раскатаем его в тонкий пласт мы решили что первая лепешка у нас будет обычная а вторая уже будет с приправами имеется виду сухими приправами поэтому это мы делаем сейчас первую лепешечку раскатываем вот мы ее раскатали можно менять скалки у каждого свой метод раскатывания вот мы его раскатали теперь мы должны что сделать мы должны намазать по всей поверхности маслом у меня оливковое масло можно любым растительным маслом можно сливочным маслом прямо натереть по всей поверхности для чего это делается для того чтобы при жарке но не слиплось и получились такие у нас красивые слоеные такие ряды вот обещанная первое обычная наша лепешечка это будет луковая лепешка лук уже просоленая поэтому еще сверху не надо соль добавлять вот делается таким образом по всей поверхности равномерно раскладывается лук затем начинаем мы тесто сворачивать в трубочку чем тоже мы трубочку эту накрутим тем она будет оригинальнее смотреться при завершении вот таким образом в трубочку с катали теперь начинаем с любой для вас удобной стороны начинать вот таким образом закатывать вот в такую змейку но это еще пол нашей работы вот это вот теперь наша змейка должна отдохнуть дойти до кондиции в мешочке его откладываем занимаемся второй лепешечкой нашей также раскатываем здесь мы значит раскладываем наш лук затем мы начинаем пересыпать все насыпать кимьон черный перец вот черный перец и если учитывать что лук у нас соленую то вот таким вот образом вот теперь смотрите также мы начинаем заворачивать в такую змейку вынимаем первую нашу лепешку и начинаем потихоньку вот так вот слегка придавливая начинаем раскатывать нашу лепешечку и вот таким вот образом она мягкая поддается такой раскатки как бы в это время пока мы раскатываем подготавливаем лепешечку мы должны подготовить сковородку то есть поставить сковородку на огонь и залить туда небольшое количество масла вот таким образом и когда масло нагреется вот так выложить нашу лепешечку необходимо просматривать приподнимать смотреть прожарилась нет перевернули вынимаем со сковородки и начинаем готовить вторую нашу лепешечку переворачиваем и у нас получается аппетитная такая вторая лепешечка мы ее должны снять если вы заметили мы больше масла не добавляли потому что когда очень много масла она уже у вас как бы сильно пропитается масло и вот представьте приятного аппетита начинаем разрезать начинаем открывать нашу лепешечку и мы увидим многослойную такую нашу луковую лепешку очень вкусно можно рукой разорвать можно вот так вот разрезать аккуратненько и вот мы видим такие слои если вы захотите в этот слой еще что-то по вашей фантазии добавить какую-то зеленушку то это только зависит от вас не забудьте заходить и подписаться на мой канал еда за минуту